Родители мои из, так сказать, низших сословий, которые были до революции. Отец из городского мещанства, мама из крестьян. Семья отца очень бедствовала, потому что отец отца, мой дед, который был рабочим в кожевинном производстве, очень рано от туберкулеза умер. Отцу моему было 13 лет, а у бабушки осталось на ее руках-плечах четверо детей. Кроме отца было еще три дочери у нее. Очень тяжело было. Бабушка-прачка. Город Балашов, это был Саратовская область, известный город. У Пастернака ведь есть замечательная строка «Большой, как солнце Балашов». Совсем он небольшой, просто Пастернак был влюбленный, поэтому так и Балашов сказал. Маленький, но хороший, культурный был город, несколько гимназий. Отец очень рано пошел работать 13-летним. Он уже вскоре после кончины отца пошел на почту служить. Довольно много там чего сделал. Он научился и азбуки Морзе, и был телеграфистом. И сидел у окошка очень браво, принимал различные почтовые вещи. И зарабатывал на написании писем бедным, приходившим неграмотным людям. Каждое письмо пятачок стоило. Он говорил, что это была большая такая добавка к обычному жалованию. Очень отец с детства любил рисовать. Ну, это уже от Бога, знаете, вот когда дается черта, талант. Рисовал, рисовал. И вдруг узнает, что наш знаменитый художник Савицкий решил в Пензе организовать специально для Поволжья, для Востока, такое художественное училище, которым не дотянуться до Московских, и особенно до Питерской академии художеств, чтобы люди могли учиться. Эта художественная академия пензенская, она была как бы частная самого Савицкого. И, как часто было до революции, не требовалось никаких документов при поступлении. Ну, это, кстати, ведь и в наши университеты. Вот Белинский в свое время, не окончив гимназию, мог идти в Московский университет, сдал вступительные экзамены. Экзаменов, правда, было много, там 10 экзаменов нужно было сдавать. Но зато без всякого документа. Вот ты поступил, и дальше уже учись как студент. Вот то же самое Савицкий устроил в Пензенском училище. Отец кончил всего только начальное училище приходское, и все. И он, между тем, поступил в это училище. А училище, это если и вуз, то на уровне техникума нашего. Все-таки это достаточно высокое учреждение. Более того, после революции у нас в советское время, так как это замечательный был человек и художник советский, и он привлек прекрасных туда художников, преподавателей, то художественное училище Савицкого было приравлено к вузам. И мой отец фактически был с высшим образованием и мог в советских вузах преподавать начертательную геометрию и рисование благополучно. В училище он был прямым учеником советского. Как это хорошо, и как это, конечно, было очень одностороннее. Вот такой, знаете, укорененный, убежденный натурализм, чтобы все как в жизни, все правдиво. Никогда отец не признал никаких кубизмов и других измов. И, конечно, считал, что Пикассо чуть ли не шарлатан. Вот так до конца натуралистом отец и остался. Я показываю его картины. Замечательная татарка 1905 года на третьем курсе отец Пятерку получил у Савицкого незадолго до кончины. Савицкий умер до окончания отцом в 1907 году у этого училища. Ну а потом вот отец художник. Он преподаватель в гимназиях и в институтах. Это уже потом вся его жизнь. Родился он в 1884 году. Умер он в 68 году уже в послевоенное время. Еще до революции мечтал о создании в Волошове художественного салона. И потом во время НЭПа ему это удалось. Очень большой успех был у этого салона. Все художники, а их оказалось немало, несколько десятков в Волошове художников, которые выставляли свои картины. Значит, у них выставки, продажа. Отец продавал свои открытки. Я вот привожу. В общем, немцы еще до Первой мировой войны научились уже делать цветные фотографии. У нас об этом молчат. Говорят, что это только после революционного времени. Нет, немцы уже в 12-13 году отец заказал несколько своих картин в цвете. И немцы блестяще их сделали. Это не раскраска, а настоящая цветная фотография. И потом отец эти открытки продавал в своем салоне. Ну, потом чуть не досталось это отцу. Он, правда, довольно быстро свернул этот салон, когда НЭП стали скручивать. И еще, конечно, слава Богу, что он уехал в 30-м году из Балашова. Потому что отец был беспартийный, но очень энергичный человек. И он занимал пост в горысполкоме заместителя председателя. Довольно такой большой административный чин. Тогда можно было беспартийным таким быть. И много было конкурентов и недругов, которые начали писать. Появились доносные какие-то сообщения. И даже статья была в местной газете. Мне присылали эту статью о том, что он только по виду, дескать, художник Егоров. А на самом деле это НЭПман, кулак. И он даже проник в горысполком наш чуждый буржуазный элемент. Хорошо, что в 30-м году он уехал. И тут два слова о том, кто его вызволил из Балашова. Наверняка бы, конечно, в арестах 30-х годов отец бы пострадал. Отъезд из Балашова его спас. А спас его, можно сказать, зять Иван Александрович Фисенко. Замечательный человек. Сын простого крестьянина украинского. Ребята из этой деревни, близко к Донбассу они жили. Уходили на шахты работать. И Иван Александрович в 14 лет был саночником. Жуткая должность. Вы знаете, на карачках, на колеях из забоя вывозили на санках уголь. На широкую дорогу, там, где уже были с лошадьми повозки. И этот уголь отвозили. И вот он саночником проработал целый год. Потом стал бригадиром. Потом как раз наступила революция и его тут же на РАМФАК. Потом институт в Лисичанске в Донбассе. В горном институте блестяще окончил Иван Александрович. Таланкивый был человек. И тут же стал замдиректора по учебной части. И вот он-то отца и вызволил. А вы знаете, в Поволжье в 30-м году начинался голод, как вот и украинский голодомор. Жуткие голода хлебной карточки 200 грамм рабочему человеку. Настоящий голод. А в Донбассе шахтеров у нас снабжали хорошо. Представляете, шахтерская хлебная карточка – килограмм в день хлеба. Это для тех времен, да и после. Мы знаем вот военные карточки. Это было очень здорово. А учителя горного института приравнивались к шахтерам. Вот будучи учителем, отец получал карточку 1 килограмм хлеба. И очень такие тоже богатые были карточки на все остальные товары. Вот спасибо Ивану Александровичу. А Иван Александрович потом пошел по ступенькам вверх. Как талантливого работника его назначили начальником местного угольного бассейна. Где он сразу поставил работу замечательно, сразу стали перевыполнять план. Потом он стал очень быстро начальником Донбасса угля. То есть начальником всего Донбассского бассейна. Он один из тех, кто Стаханова создавал. Была специальная телеграмма от Сталина. Найти какого-нибудь такого очень сильного шахтера, которому можно было придать бригаду. И чтобы в несколько раз перевыполнили план. Тут же большую бригаду. Вот как раз Иван Александрович нашел с помощью знакомых директоров шахт. Вот этого Стаханова, прекрасного шахтера. Ему придали, по-моему, чуть не 20 человек помощников. Стаханов всю ночь шел со своим отбойным молотком и сделал 17 норм за ночь. Утром это уже все в газетах. Москва, похвала Сталина, ну и так далее. И на этом, кстати, поднялся и сам Иван Александрович. Его заметил Орджоникидзе, тогда великий, так сказать, вождь из сталинской когорты. Орджоникидзе был начальник. Не начальник, он министр был, он нарком тяжелой промышленности, нарком тяжпром. И у него очень быстро наш Иван Александрович стал начальником главугля. То есть не только Донбасса, а всей угольной промышленности страны. В Москву, значит, в Кремль, приему Сталина, значит, и сталинское одобрение. Все дальше пошло на ура. Депутат Верховного Совета, всякие ордена. В несколько лет великий человек. И скромный, добрый, замечательный был человек. Он мой зять, не только папин зять, но и мой. Он зять, он муж моей двоюродной сестры, которая, правда, на 20 лет старше меня, поэтому следующее, так как бы, поколение. Но в Азамче вот он мой зять. И вот представляете, когда Арджинихидзе то ли застрелен, то ли умер, Сталин уничтожил всю когорту Арджинихидзе. И мой дядя Ваня в 32 года отправился на тот свет, как враг страны, английский там какой-то и немецкий шпион, ну и прочее, прочее, что у нас было в 37-38 году. Я очень рано, к сожалению, узнал, что это такое 37-й год. Гибель дяди Вани, знаете, одна из самых страшных потерь в детстве. И перевернутое детство, понимаете? Мы вырастали ведь на Гайдаре, на Маршаке, на Чуковском, на замечательных писателях. И особенно Гайдар, между прочим, нашему детству очень был полезен, вот как человек, проповедующий коммунизм и социализм, вот в таком очень светлом, высоком духе. И представляете, каково нам было мальчишкам и девчонкам узнать там в 10-12 лет, что это такое реальный социализм, коммунизм. Страшно это было. Это было потом тяжело. Некоторые ведь сломались. Но я, слава богу, удержался на этих идеях высоких и на том, что я потом всё-таки очень серьёзно изучал нашу культуру, нашу историю. И тоже можно было опираться на какие-то идеи и принципы в дальнейшем. Вот. Так что довоенное детство было очень сложное и страшное. Конечно. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова